В театре «Свободное пространство» начался новый сезон. Вовсю готовятся премьеры, проходят спектакли. Мы, конечно, с вами ходим в театр, но работу изнутри не знаем и не видим. Сегодня я, Юлия Чернявская, в программе «Как это делается?» Предлагаю узнать, как же шьются костюмы для наших любимых актеров и героев. Антонова Галина Николаевна. Начальник пошивочного цеха «Театр «Свободное пространство». Итак, это пошивочный цех, друзья. Галина Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу вас прерву. Дело в том, что здесь, вот именно здесь и внутри театра, так скажем, в этом всем пространстве за сценой я впервые. Поэтому мне очень интересно понаблюдать за вашим процессом. Что у вас тут? Как у вас дела? Дела у нас идут очень активно. Работы очень много у нас. Спектакли выпускается тоже очень много. Поэтому отдыхать нам некогда. Все время в работе. Вот мне интересно, такой вот момент. Процесс, во-первых, небыстрый. За один день возможно костюм сшить, например? Ну, костюм костюму рознь. Если, конечно, скажут надо, то задержимся и сделаем. Ну, бывает всякое же. Актеры могут заболеть и срочный ввод, а спектакль не планировался, как говорится, на два состава. То иногда, конечно, приходится задержаться. И чтобы не разочаровать наших зрителей, задержаться и сделать, по крайней мере, подогнать хотя бы костюмчик, чтобы он вышел это самое. Работать, конечно, очень интересно. Потому что с каждым годом и художники более молодые, с новыми своими видениями приезжают. Много авангарда появилось в костюмах. Если раньше больше классики, больше мы к старине придерживались, то теперь у нас очень много стилей. И стиль боха мы уже стали сюда включать наши костюмчики. Очень много от наших художников мы и учимся. Они нам рассказывают, как, что сделать. Потому что художники у нас из Питера приезжают, и из Москвы, и из Израиля приезжали к нам, работали. И из Калуги, и из Польши. Поэтому все привозят в свои технологии. И все это мы стараемся подчеркнуть, запомнить. И даже иногда предлагаем совсем молодым девочкам, которые сейчас чучело там у нас. Это самая девочка молоденькая художника. Иногда даже мы им советуем, и они с нами соглашаются и придерживаются. А я хочу кое-что отметить. Я вот шить абсолютно не умею. Вот с чего у нас все начинается? С каких-то эскизов? Вот я вижу у вас там. Ну, да. Это вот у нас только недавно выпущен спектакль сказки Пушкина. Вот приехал художник, привезла мне эскизы. Мы с ней рассмотрели все это. И потом мы с ней едем по магазинам наших тканей. Потом вот с такими пакетами, вот это вот все, мы приезжаем из тканей. Тут я уже, чтобы не запутаться, не сбиться, на каждом пакете пишу героя. И вот здесь тоже написано фамилии, фамилии актеров, да? Здесь фамилия актера написано, а на пакете я прям пишу героя и фамилию актера, чтобы мне уже точно знать и не попутать, что к чему относятся. Вот вам, пожалуйста, каждый костюм шьется индивидуально на каждого актера. Индивидуально. У нас актер с актера не оденет, поэтому два состава, значит, костюмы умножаются на два. Ну и все. А потом уже, как говорится, мы начинаем. И пошел процесс. Я режу, девочки шьют, актеры приходят, мы их меряем, художники приезжают, смотрят вместе с нами первые примерочки, потом они опять отъезжают. Ну, некоторые остаются, некоторые договариваемся, что они отъезжают, а потом через какое-то время к нам подъезжают, пока мы в процессе этого. Вот так вот мы и работаем. В общем, нам скучать некогда. Это точно. А можно вот посмотреть, расскажите про эти костюмы? Ну, это у нас в том году был у нас спектакль «Как у зимы лютой сердце появилось». Если кто не смотрел, то приходите, посмотрите. Очень интересный спектакль, очень и красивый. Вы видите по вот этой вот «Снежной королеве», которая превращается. Но тут еще нет головных уборок, масок нет. Это «Снежная королева», да? Это «Снежная королева», да, она там превращается. Это вот «Весна», которая растопила зиме лютой сердце. Костюм «Весны». Вот. Ну, ничего себе. Между прочим, это такой для меня сейчас момент очень трепетный. Прикоснуться к костюмам, которые и не один сезон могут отыграть, да? Конечно. На сцене. Мы рассчитываем, что... Это здорово. И спектакль будет не один сезонный, и костюмы. Потому что костюмы получаются сейчас очень дорогие. В связи с тем, что все у нас подорожало, то и костюмы у нас подорожали. А как же и где хранятся все костюмы? Мне кажется, их огромное множество, да? Костюмов у нас очень много, но это у нас есть специальный человек. Специальная у него комната. Не одна, где называется это костюмерный цех, куда относится. Там она и следит за их внешним видом. И стирает, и утюжит, и пуговочки пришивает. В общем, она делает все, что может. Если что-то сильно порвано, тогда, конечно, опять костюм возвращается к нам в пошивочный цех. И тогда уже тут мы его реставрируем, реанимируем, насколько это возможно. Раскройте секрет, как давно вы здесь работаете? Ой, очень давно. Наверное, лет 12 или 13 я уже здесь. Достаточно давно. Вот сейчас что происходит? Вот я вас застала. Ну, сейчас мы готовимся к новогодней сказке. Не скажу, какой. Приходите, узнаете. Могу только показать кусочек вам ткани, а вы уже догадаетесь, что это был за герой в этом платьице. Небольшая интрига. И телефонный звонок. Алло. Галина Николаевна, так прям хочется прям вот померить. Можно? Ну, нельзя себе отказывать, когда хочется. Да? Вот классно. Хоть на время побудьте снежной королевой. Снежной королевой хоть чуть-чуть можно побыть сегодня. Так. Оп. Волнительный момент. Я просто, наверное, накину просто так. Понятно вам, какая красота? Ну, так если бы был мой размерчик, я бы так и по городу ходила. А что? Красиво же. Да. Особенно рукава. Прямо называется почувствуй себя сказочной героиней. А вот я вижу тут, как они называются правильно? Станки или как? Машинки швейные наши, производственные. Ну, в основном фермы Типикал мы берем эти машинки. Они такие и для легкой одежды, и для более плотных тканей подходят. Вообще, за последнее время наш цех очень преобразился благодаря Марине Викторовне. С ее приходом у нас очень много появилось. У нас появилась своя петельная машинка. У ней в каждом ателье есть своя. У нас появилась роллерная машинка. У нас есть пятиниточный оверло для трикотажа. У нас просто есть обыкновенный оверло. У нас, господи, гладильные доски. Но не просто доска гладильная, а гладильная доска с поддувом. В общем, там, ну, если нужно тебе сразу шовчик, чтобы стал идеально гладкий, то надо педалькой нажать, и сразу доска становится холодной, и он прям сразу моментом становится четким, гладким. Поэтому это тоже, конечно, помогает нам в работе. Нет лишних, ненужных движений, и это ускоряет процесс. Ну, что я сегодня поняла, уяснила для себя. Значит, сначала у нас появляются эскизы, правильно? Да. Вот здесь вот у нас вся конструкция лепится, так скажем. Да. Потом отправляется, чтобы скрепить здесь к девочкам. Когда уже практически на стадии готовности у нас отправляется вот сюда. Да, здесь все выпрямляется, распрямляется, гладится, и получается вот такой вот результат. И передаем в костюмерный цех. А, кстати говоря, в костюмерный цех. Давайте посмотрим, что же там. Нам разрешили приоткрыть немножечко такие тайны костюмерного мира. Вот они, костюмы сказок Пушкина. Вот она, корона такая замечательная. Но это не пошивочный цех, это, наверное, скорее бутафорский. Об этом мы расскажем, наверное, в другой программе. Это еще не все, дорогие друзья. Если пройтись чуть дальше... Ого-гошеньки. Вот вам, пожалуйста. И, между прочим, насколько я знаю... Ох-ох. Насколько я знаю. Это еще... Это еще не все. Костюм. Костюм – самая важная часть театрализованного представления. Ведь он ближе всего связан с актером. Не стоит забывать, что костюм является внешним выражением характера персонажа. Неотъемлемой частью сценического образа и создает особую атмосферу вокруг актеров. Важную не только для исполнения роли, но и для зрителей. Нередко есть черты персонажа, оставшиеся в подтексте пьесы. Зрители узнают о них по костюму и его отдельным деталям. Иногда костюм должен сливаться с образом, создаваемым актером. Обычно, выходя из зала, зрители так характеризуют представление. Это было зрелищно. Отличная актерская игра, замечательные декорации, отличная постановка. Из всего этого мы видим, что почти все стороны театрального представления затронуты работой художника. Вот все эти костюмы из пошивочного цеха отправляются сюда, в костюмерную. Можете себе представить, несколько женщин своими руками делают настоящую театральную историю. И вот так вот я хоп и практически Мэри Поппинс. Я говорю вам до свидания. Увидимся в программе, как это делается. Увидимся в программе, как это делается.